Всем привет дорогие друзья, с вами Кэп и добро пожаловать на борт. Огромнейшее количество игроков, насколько я знаю, не бьют гидру банально из-за отсутствия свободного времени, потому что это та локация, где в большинстве случаев, особенно на адской, на невозможной гидре, нужно играть руками. И не у всех, опять же, есть такая возможность, есть только времени, чтобы пробовать вот это бесчисленное количество попыток. Сами понимаете, нужно агрить вовремя голову клинсера, оставлять масухи перед тем, как вашего героя сожрут, воскрешателям оставлять навык воскрешения перед тем, как вы уже будете чувствовать, что вот-вот ваш герой умрет. Ну, собственно, старые игроки, которые уже играют по полтора, по два года, бьют только первую гидру. Я знаю такое огромное количество игроков, мне они пишут в личку. И, кстати, друзья, напишите, какую гидру вы бьете. И вот поэтому, друзья, я сегодня в этом видео, это видео посвящено более, знаете, таким уже игрокам, которые имеют ниндзю, которые уже забрали арбитра. Я покажу команду, которая вам позволит забирать любую ротацию на авторежиме, да. Именно вторая гидра, многие бьют только первую. И опять же, да, вот команда, с которой один из ДД, это ниндзя, который здесь наносит колоссальный урон. И вот на первой и второй гидре действительно он очень и очень хорош. И, в общем-то, кто у нас здесь участвует? У нас здесь участвуют три халявные леги. Арбитр, который, понятное дело, у вас есть. Я здесь его специально не переодевал. Это мой аренный арбитр. Дальше Митрала. Ну, первую гидру забирайте, ребята. Первую гидру однозначно бейте. Митрала на арене, это лучший клинсер, понадобится однозначно. Ниндзя, который, надеюсь, тоже у вас есть. Вы его забрали, собственно, в видео, прежде всего, про него. И три эпических героя. Уга, Сахатый Рыцарь и Элитный Гвардеец. И, естественно, в нашей команде здесь есть, в принципе, все, чтобы сражаться с абсолютно любой головой. И, соответственно, на трудной гидре в более-менее хорошем шмоте вы будете забирать последний сундук на авто. Давайте перейдем в конец боя и я покажу вам результат. И вот он, результат налицо. Ниндзя, 14 миллионов урона. И напоминаю вам, что на трудной гидре надо 20 миллионов набить на последний сундук. Друзья, если вы не так давно играете и не знаете, какие вещи одевать на героев, какие таланты им брать, хочу порекомендовать вам базу знаний, в которую вы можете просто вбить название героя и получить подробное описание на этого героя с талантами и, соответственно, со шмоткой. И также, если вы донатите, друзья, залетайте в рейд скидку. Это также сервис в Телеграме. Обе ссылочки я оставлю в описании. Если же вы собираете такую команду, не критично, но желательно поставить вот такие вот пресеты на героях. Это, опять же, если тортует у гидры голова, именно которая все очищает, клинсит. И давайте посмотрим героев. Арбитр, ребята, у меня арены. Посмотрите, какой у нее низ атака, плоская атака. Но, опять же, из-за максимум скорости, естественно, вы понимаете, если зарядить его хорошенечко в защиту здоровья, то команда еще дольше простоит, еще больше набьет. Далее, Митрала также аренная. И не забываем, что если мы возьмем дары, тот же самый, где он у нас, вот он, Вечная Мука, это еще очень много дополнительного урона будет, если вдруг у вас проблемы со шмотом. И здесь Митрала у меня также аренная, скорость, меткость, защита и, соответственно, вот, опять же, максимум меткости я пытался из нее вытащить. Каменную кожу пока что собираю на нее. Да, нет у меня этого сета. Идем далее. Давайте по эпикам посмотрим. Сахатый рыцарь. Ребята, скорость 220+. Не смотрите на такое сопротивление и меткость. Здесь надо поменьше, здесь это слишком много. Я его делал под, опять же, роковую башню, под дракона Иррагота. И здесь он у меня даже в этом обвесе, имея броню на атаку и перчатки на крит шанс, он, собственно, даже стоит в домашнем обвесе. Но если он вдруг у вас рана падает, то, естественно, здесь ему ставьте здоровье и защиту. Потому что, в любом случае, основной урон он будет наносить с таланта военных дел мастер. Собственно, так же, как и Уга. Можете вот копировать такие же таланты. И на Уга не критично, но так же желательно сет охраны, который, опять же, забирает у нас 10% урона и еще подхиливает. Уга я полностью в здоровье сделал. Здесь поставил 1 перстень на щит. Это у нас клановая бижутерия, чтобы у Уга был дополнительный бонус, чтобы голова-воровка на нее больше всего агрилась. Ну и сопротивление и меткость, кстати, 240, 200, даже 250 меткости будет вполне достаточно. Сет доп хода является для многих камнем преткновения на Гидре, но, друзья, это не так. Если вдруг у вас нет хорошего доп хода, сета доп хода, не расстраивайтесь. Ставьте любые шмотки, главное, сделайте элитному гвардейцу хорошую скорость, крит шанс, крит урон. Дайте ему меткости и сет доп хода это абсолютно не панацея. Ну и хорошей альтернативой сету доп хода, конечно же, является сет реакции, который вы можете выбить с ледяного колема того же самого. Но и не забываем про, опять же, бижутерию с арены, которая дает нам перезарядку скиллов. Так, таланты через военных гирмастер, также элитному гвардейцу на Гидру желательно брать. И ниндзя, опять же, ребята, хорошая скорость, меткость, перебор, сопротивление у меня, перебор. И здесь, опять же, у меня, видите, сопротивление, крит шанс, он у меня делся, еще раз повторюсь, под драковую башню. Здесь, если ваш ниндзя падает раньше всех, то, опять же, можете пренебречь перчатками на крит шанс, поставить ему перчатки на здоровье, либо защиту. Но вот, опять же, бижутерия на перезарядку очень и очень важна. Таланты вот такие вот. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, это видео вам было полезно. И всем удачи, пока-пока.